Сегодня у нас 29 ноября 2018 года. Вот нам сестра приехала в гости, заглянула. Значит, больно ты поспела, Олик. Мир дома, Сему. С миром, прямо? Только не замарайся, всё везде. Так, сразу вопрос. Ты как временем располагаешь? Временем у меня полчетвертому в больницу. Да, успеешь. Да, успеешь. Мыши грызут. А слышно, мышами пахнет, Игнатий Тихонович. Я прям зашла. Хорошо, ну была бы тут, может, половила бы их. Нам уже сейчас что? Убери свои там, уточки-то. Теперь вот что. Ты шить умеешь? Умею. Вот ты к воврему подошла. Вот заплатка, а вот эту дырочку. Да, понятно. Всё, зашивай. Вот она. Нитку вдернем тебе. Клади ровно посередке. Давай мне эти первые, продерну первую. Да, я продерну сама. Ну так, остань так, чтобы тебе свет падал. Да, да, да. Вот так, держи её. Прогрели, как там нормально, нет? Чуть, Оля, ко мне повернись. Свет тут ярче, он стоит, с той лампочки. Сюда, ко мне. Проходи, пожалуйста. Ну всё, я займусь этими пока. Ещё где порвано это? Пара грызена. А он там, он там лежит. Что интересно, вот лежат мешки бумажные, да камышка. Их стрижёт, из них гнездо делает. Вон, смотри. Смотри, вот, глянь, как она выстригла. Это сколько слоёв здесь было. Раз, два, люди. Полностью и туда. Это сколько потрудиться надо. А там, я как-то перекладывали недавно. И она опять здесь. Она себе утепление делала, видишь? Да, да, да. Мы желкнули. Пару пришают, через эту перехватывают. И дальше ещё где у нас прогрызена? Вон там лежит мешок, вон на полу. Ну-ка, пока пойдём-ка взглянем. Мы решили так, на полу. Тут поддон был, а под поддон мыши пролазят, а то нет. Шею вот этот вот. Его убрать надо отсюда, наверное. Он много места занимает. А куда его? Ну, куда, вон там где-то. А там будет возвышение. Уроните сейчас всё, Игнатьевич? Сейчас я найду место. Так он же не мешается. Это, брат, никто не спрашивает. Заверю её сюда. С плотой подойти нельзя. А так я его положу. Оля, вот, поторожай. Ужай, ужай. Вот туда прямо, проходи на эту. Ужай. Вот. Ты говоришь, куда его? Вон, его склади сюда. Всё, тут ему место. Второе. А тут свободно теперь. Теперь мы просто... Это всё сахар, да? Да. Сахар, сахар. Сахар, значит, надо положить. Куринца в лодке держит. А у меня нынче тепло же было по осенью. Я открывала погреб, поддушины нету. Что-то делать сейчас. И кто-то, ну, скорее всего, большой кто-то грызун. Вот, мы слышали, что до того нарыли. Для кошки был проход. Знаете, что, брат, и что делать? Чеснока давить. Они боятся, говорят, этого, запахов. Резких. Резких. Чеснока и дёготь на тряпочку. И в дырку туда, где я увидела, где они там грызли, нагрызли всё это. Земли выворотили. Так вот, ещё я травы положила. Посмотреть, что и как будет. Ну, вот сейчас уехала. У нас-то трава опасна. А у кошки кругом. Ну, да. У меня-то там кошка не ходит. Так вот, не знаю, что будет. Остали уже картошку, морковку грызть. Вот, залазила не так давно. Ну, всё нормально, чистенько было. Это всё-таки трюк. Это трупа 50 килограмм. Это мы пойдём и туда. Всё, Володя, надо там. Давай сейчас переносить. А там, тогда опять, вот отсюда всё выберем. Сахар положим так. А сюда ещё надо что-то другое. Может быть, мелочёвку вот эту. Мышка, она любит тишину. А если гремит где-то, ей не нравится это. Ну, мы не одни здесь. У нас там сномер-рышка. Рыжие принесли. Ага. Ну да, кошек надо. Сегодня говорят, плюс 3 обещают. А что тут? Сегодня, не знаю, а на завтра вроде как по интернету плюс было. Да, да. А я ведь звонить стала вам из пяти. И у меня что-то телефон новый купила телефон. Какой-то дешёвенький. Пришлось покупать. Тот уже всё никакой. Не стал. Белый экран и всё. Ну, давношний уже. Не могла ничего выйти. Тоже как игрушечный. Гаснет и всё экран. И заряжать надо два раза на день. У меня дочь, говорит, послушала, послушала. Ой, мам, ты сдавай, пока у тебя есть гарантия. Сдавай, говорит, пока его. Это, говорит, что это за телефон. И не могла ничего, я даже дозвониться. А тут уже прям как-то получилось ловко. Нечаянно. Так, я сейчас дёрну тебя. Ты же не видишь, наверное. Да нет, я дёрну. Дёрнешь? У меня-то на близне расстояние, на Тетихо, очень хорошее зрение. Слава Богу. Всё, кошка пошла туда? Кошка пошла туда, да. Ну, сейчас я тебе нитку, да? Вон она ходит где. Она будет искать. Так, а где у вас? Мы сделаем так. Днём одна, ночью другая. Тут мне это. Ну, только это надо... Ниточку. Сейчас я иголочку... Смотри, иголку из рук не выпускаю. Нет, нет. Подальше отстерегаю. Вот так. Так, вот вам иголочка. Да. Ну, на, вот. Давайте я... Переступила на эту нитку. Вот так. Вот. Нашла? Нашла, нашла. Вот она где. Ну, пока втыкаю здесь и смотри. Так, подождите, я сейчас... Ага. Сзади тебя ножницы. Я поняла, Натю Диханч. У-у-у-у. Как ты бёрнул? Подожди, так... У меня зрение хорошее. Ой, осторожней, вы чё? Длинную нитку сделали, будет путаться. Ну, ладно. Ничего страшного. Подождите. Наравненно. Ближнее хорошее. Надаль я не вижу, поэтому очки ношу. Смотри, сейчас я всё подам. Глядей. Вот. Ага. Я отрежу, а я отрежу. Сейчас я тут... Ты сейчас это делай. А сейчас я дальше отрежу на другой мешок. О-о-о-о. Вот так. Не забыл, что-то баба там всё будет. Ну, тут можно сказать так, что мыши никогда не догадались, что ты приедешь к нам. Тут мы сейчас живо начнём. Мы что у нас кошек? Нынче у нас 9 кошек. Так. Что ещё где? Так, что тебе? Ну, где дырка? Давайте следующую. Дырочка так. Володя, тут нет больше? Да может где-то есть, надо смотреть. Вот тут маленькая-маленькая, Игнатий Иванович. Маленькая. Маленькая, не маленькая. Можно зашить. Только-только начали. Да, вон большая. Видите, большую сначала заши. Вон. Ага, ага. Ага, всё, пошло туда. Так, Владимир Александрович, начинаем. Мы дальше уберём его тут сейчас. Всё, пока. Гаси самолан. Подожди, вчера? Вчера. Ну? После занятий, ну ещё занятия не закончились, позвонила мне свекровь, знает, что я уезжаю. И мне дали сказать, что я бы братьев попросила помолиться о путешествующей. Ага. И сообщила бы вам, что еду к вам. Ну, слава богу. Ну, слава богу, доехала. Жива, здорова. Вот как ты говорила, погодилась, я не знаю. Мы тут вдвоём, днём-то с Володей никогда не бываем. А мы тут всё распределили уже. Нам, чтобы кошка пролазила между мешками. Вот здесь вот мы ход сделали ей. Там. Мышь очень активно действует. Ну, просто труженица, как цойка. Только уйдём, она уже опять мешки одни тряпит и делает из них шубу. А, вот тоже злышить надо. Покажи. Поставь. Вон какая большая. Ага, вижу. Сейчас я вот это докручу. Так, там что? Ну, остатки муки я положу. Ну, давай ещё тут. За, вон-то, что за мешок? А, тут мешок берём мы, да? Ну, где-то поставь, чтобы не мешал. Ну, вот так. Горловину подомни под него. Мышь любит так, чтобы ей был отход. Сразу не куда-то прыгать. Вот Олика хорошо зашила тут. Ну-ка. То есть оно... Так, это шить. А вот эти под ногами, что у неё тут? Сейчас зашить, вот тут дырочка тоже из этих ночи. Это это? Макароны. Ну, вот и вытаскивай их. Ну, что тут будем путать всё там? Вытащи. Так, тебе дать макароны? Да ну, на, Тихий, ты зачем? Ну, ладно. Не знаешь, кому дать. Всем дали уже мы тут. В деревне, в каждый дом. Такие благодетели находятся, помогают нам. Это, конечно, я не покупал ничего. Это мне люди дали. Даже здесь и тут дырку сделал. И прям попал вновь внутрь. Не знаю. Ну, ты что зашивать-то? Забери с собой. Мышь. Ржа, пожар, оравщина. Воры, огонь. Вот это в Евангелии упоминается. А что про мышей не сказано. Чтобы бояться их. А мышка вредная штука. Так, что там? Горох. Горох нам не нужен. Ты, Володя, можно, возьми с собой. Там легче кошки не дадут. Кому-то дать. Забери с собой. Вытащим туда. У нас почти все. Сейчас подмести только. Так. Володя, а в той-то комнате у нас еще сколько мешков? Ты что, забыл? А? Забыл. Забыл. Значит, сытый. Ну, смотри. Ну, тут у нас получилось хорошо. Сахар и горох. Горох не очень любимый. И надо, чтобы не закрывали никак их. А тут люди любят закрывать. А закрывать, это мышка в закрытом виде. Она уже тогда никого не боится. Убрать это все. Это книги. Это книги. 24-й том. Тут показано, сколько. 26-й том. Вот так. Еще что-то. Что тут такое? Тоже 11-й том. Вот он, 11-й краю написано. 8 штук. 12-й том открытым окон. 7-й. Это все остаток. Больше нету. Это все ушло. Сейчас, подожди, я иголки оставлю. Вот. Зимой вот эти тряпки, они мешают. Вот я сейчас забираю. Чтобы не было здесь. Открыто, чтобы было. Масло растительное. Ну, вот тут закрыто, но не очень узкая шторка. А вот что-то я не люблю. Вот жития. 9-й том. Надо знать, где все находится. Здесь посмотреть. 14-й том открытым окон. По тысяче было. А сейчас 6-й том вот. Так, ну что? Так, все нужно. Это не надо, да? Это все начало. Что-то прямо можно так, это не без заплат. Туда-сюда. Иголка. Так. Давай сам, решай еще тут этим. Тряпки эти убрать надо, выше поднять. Подними их. Тряпки закрыли, а мышки только этой им надо. Закрыли, она там что, недосягаемая ни для кого? Ни для людей, ни для... Это еще 8-й том. 8-й том. Видишь, она может внутри тебе подтащить там. Кошка-то не сзади подожжет. 10-й том, вот где находится. 30-й. 30-й том. Ого-го-го-го. До слова божьего, нет уз. Небогатый, а тут журналы с артурами. Мы настолько богатые. 7-й том. Здесь вот тоже что? Тоже книги, ну какой-то том. Какой? 16-й. 16-й. Здесь у нас всякая одежа. Это склад лисей. Когда работники работают, что как. Вот так. Все, тайны никакой нету. Ну что, куда этот денем? Ну не знаю. Поднимай, подумай, не надо было. Один на один только где-то, кверху. Ну тут видите, лампочка рядом, не знаю. А лампочка, она не мешает нисколько. То, что она нагревает-то. Да какое там нагревается. Тут редко включают. Да, она же, ну, не будет. Ну вот. Это рядом. Все. Вот так. Пишут в комментариях, Игнатий Тихонович, без Никиты и Романа скучноватые ролики. Какие? В комментариях пишут, что без Никиты и Романа скучноватые ролики. Ну, что делаешь? Нет, больше не приезжает никто на их место. Скучновато. Значит, признали, что польза большая. Да. Так, ты, Володя, все выдели из мешки? Вон только компот остался. Ну, ладно. Компот надо подумать, что с ним делать. Оставлять на сиденье мышам не годится. Я думаю, вертикально на стол он туда поставить. И это будет все-таки что-то. Вот стол. Это сестры тут раздеваются. Вот так. Ну, практически все. Подмели. Нам есть что-то, где гостей принять. Вот я в Потерявке, когда поселялись, я сразу же одежды закупил, завез все там. Летное училище расформировалось. Я там вел занятия, и мне генерал дал. Хорошая дружба была. Дружба настоящая. Хотя бы Петенков. Борис Евгеньевич. Генерал-полковник. Такие мощные танковые палатки привезли. Такие простые палатки. Там всякое. И все эти афганки дали. И просто красный крест сумки. И тумбочки, не знаю, да еще только не было. Там кителей 70, брюк 70, там шинели 70. Вот это... Ну, это не просто люди такие с улицы. Это все официально. Это как для детского лагеря. Хорошие люди. Я просил найти его, поблагодарить. Мы всегда молились за дядю Борю. Ну все, Володя. Вот у меня, интересно, соль есть. Есть. Я сейчас покажу его. Вот лежит брус. Ну, какой он. Надо посмотреть сколько. 40 сантиметров в длину, 20 сантиметров в ширину, 20 сантиметров в высоту. Соль пиленая. Вот как и как заготавливают. Это не то, что там в озере. Вот, воду нагоняют и высыхают. Не веришь? Возьми пальцем. Нет, почему я не верю? Я верю. Потому что, глядывая, я такое не видела. Только у меня было много, я отдал. Одну оставил для памяти. Я надо выхлопаю вот эти кругочки. Выхлопаю, сейчас пойду. Сейчас все зашьете. А, лежит брус.